Сегодня хочу вам затронуть такой вопрос об ответственном отношении животных. Так вот, Федеральный закон 498 как раз-таки рекомендирует это отношение, дабы не растягивать свои выступления. И так, статья 13, это требование к содержанию домашних животных, гласит о том, что при содержании домашних животных и их владельцев необходимо соблюдать требования к содержанию этих животных. Хотелось в продолжении дать слово более компетентным представителям органов местного самоправления Павел Степанович Канатов. Спасибо. Павел Степанович Канатов, в связи с тем, что вопросом к партнераменту на политику и развитию ПТХ. Вы все в городе, в жительке Балакова, наверное, ходите по улицам и видите, как мы вообще содержим собак. Ну так, опускаем, бегаем. Хотелось спросить, у одного человека есть в кармане пакет, который в последующем что-то сделает с этим? Нет, однозначно. С приходом весны сейчас будет ходить страшно по дворам, по детским территориям, по детским площадкам. Это тоже имеет место вверх, но, однако, закрываем глаза и никаким видом, что у нас на самом деле творится. На самом деле, в прошлом году у нас были проблемы, и функции обязанности и деятельности обращения животных лежат на субъектах. В прошлом году у нас было выделено порядка 40 тысяч рублей на переговорах, заключили договор, подрядчик оказался недобросовестным, поэтому свои функции не выполнил. В этом году область нам будет 299 тысяч рублей. Объявила УКСО, выявила организация из Саратова, шоу-фамилия, шоу-предподниматель. Работу начал вчерашнего дня, поймал 2 собаки, одну собаку в 28-й школе, другую собаку в 5-й школе. Что показала практика вчерашнего дня? Думали, что приведут организации из Саратова, все там ждут, ожидают на собаке, мы их поймаем, спокойно уйдем. Нет такого. Они, к большому сожалению, передвигаются, одно место приходится, но, тем не менее, поставлена задача, этой задачей они справятся. Со стороны администрации Балаковского муниципального района выделена площадкой 25 соток, это район старого вокзала, где мы готовы отдать организации, которая готова взять себе обязательства по строительству и тем самым предоставить земельный участок. Я так понимаю, Балстопанович, что планы строить у нас пока нет. У нас желание есть построить, но возможности нет. Просто закон, который принят от животных 498, он постоянно меняется, дополняется. Сейчас в планах Министерства природного ресурса, который отвечает за этот вопрос, там вносят изменения. Первое, хотелось бы сказать, что гуманное отношение к животным – это приоритет этого закона. То есть, когда был разговор о том, что дать право субъектам уничтожать животных, это право им так никто не дал, единственное, что животное может быть уничтожено, если оно смертельно погло и ему это не дадут. Появляется новая форма содержания животных, да, все мы знаем, что бывают и собаки хозяев, которые просто убежали, хозяин прикладывает усилия найти это животное, но животное попадает в отлов, его стерилизуют, это является нарушением права хозяина, да, и мы тоже сейчас… То есть, вы сказали о волонтерских вот этих всяких организациях, которых достаточно в нашем городе, которые за деньги, которые они собирают со своих помощников, назовем их и так, да, они стерилизуют сами, как бы, со своей инициативой, лечат, стерилизуют. Теперь по этим поправкам это очень станет проблематично для этих людей, потому что они будут вынуждены вас информировать в трехдневный срок о том, что они поймали такое животное, у них есть план стерилизовать это животное, и вы как бы дадите добро, недобро, условно говоря, если они это сделают без вашего ведома, то люди попадут под административную ответственность. Так как это люди занимаются в свободное свое время, да, есть вероятность, что те животные, которые сейчас как бы находятся в приютах, они будут выпущены на волю, потому что, да, вы представляете, что сейчас порядка там ста животных, да, выйдет на нашу улицу. Да, они стерилизованы, они вылечены, там из них, большинство из них не агрессивны, но, как говорится, армия пополнится, поэтому я считаю, моё мнение, что строительство муниципального приюта, это жизненно необходимо нашему. Алексей Сергеевич доложил нам выдержки из закона, почитал, взял куртку и ушёл. Это вот показывает... Он же работа отпрашивает. Ну, он уже третий раз не приходит, но суть не в этом. Он нам почитал там выдержки из закона, я от него ждал отчёт, как общественная палата, да, контролирует этот вопрос, а вопрос очень болезненный, на самом деле. Например, Павел Степанович вот знал, кого он отвёз в Саратов в прошлом году, да, господина Стенькина, давайте произнесём эту фамилию. Вы зачем его повезли туда? Вы же знали, что он аферист, у него две уголоки. Нет, я тут... Фамилию Стенькина мы узнали после того, как он уже жил. А то, что как он принимал участие, здесь администрация была, не принимала решение. Павел Степанович, он просто в поиске Яндекс, набить его фамилию, его организацию, и всё было бы стало понятно. Ну ладно, всё это не в этом. Как решение вопроса. Администрация предоставляет землю, да. Допустим, у тех, кто реально занимается, реально с заботой о собаках, их много групп, их много реактивистов таких, разработайте муниципальную программу, муниципальную. С вас земля, с них организация фонда. Например, у нас есть фонды, НКОшки, которые могут с гражданами принять. У нас нет денег на постройку, это дорогое удовольствие, вы правильно сказали, по нормативу. Давайте всем гордым, очень много неравнодушных граждан собирают на эти приюты, деньги. Давайте всем гордым объявим, что это программа, которая будет работать. Вы дали землю, образовался фон, фон собрал с граждан деньги, может быть предприятия туда войдут. У нас много предприятий, дадут все по миллиону, и мы соберём. Построим, но вы должны обязательно, в конце программы мы должны понимать, что вот это вот всё учреждение передастся в надёжные руки тех людей, кто реально этим занимается, а не каким-то аферистом очередным. Почему над этим не подумать? Простое же решение. Каждый по тысяче рублей дастся, и у нас будет проблема решена с этими собаками. Я тут, я бы сказал, мы готовы предоставить земельные участки для того, чтобы та организация, которая возникла. Да, у нас есть люди, которые занимаются предприятием, но люди, они уже пожилого возраста, они только могут содержать, строить не могут. А строительство в таком приёме соответствительным требованиям, я говорю, что это очень серьёзно. Если у нас есть потенциальные подрядчики, которые готовы взять на себя эту, можно сказать, алкогольную, мы готовы теперь говорить. И для него не парляча. Надо вам, как муниципальному органу, объединить, как исполнительному органу, с вас земельный участок, потом прописать эту программу. Есть фонд, специально организованный фонд для граждан. Вот сейчас, как мы на СВО все собираем, какие деньги проходят через фонд на СВО? Вы же знаете, это огромные деньги. Всем ребятам собирается. Почему мы не можем решить эту проблему всем городом, если она нас всех волнует? Для этого, например, есть общественная палата. Пусть они под контроль возьмут этот фонд. Это будет прозрачное. Есть общественники, они проголосовали, выбрали, может быть, наблюдательный совет этого фонда из общественников. Правильно? Всё для людей, с вами, понятно. Если в этот фонд технических, которые у нас сейчас, комиссари, занимаются этой проблемой, как бы совместно, у вас идея очень хорошая, да, еще и правильность. Я думаю, может быть, мы как-то соберём комиссию более подробно обсудим. Давайте попробуем.